Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СБДД проверили водителей такси, маршруток и междугородних автобусов. Сколько выявили нарушителей? За сутки в Самарской области зафиксировали 1184 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе заболели 175 951 человек. Такие данные в пятницу 26 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1105 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 126 728 пациентов. В Самаре продолжаются проверочные рейды по адресам амбулаторных больных коронавируса. Утром и вечером проверяют по домофону, в течение дня контрольный звонок по телефону. Узнают о самочувствии и при необходимости связывают с поликлиникой. Но самое главное контролируют, чтобы человек не покидал свою квартиру, пока не получит отрицательный результат теста на COVID-19. С подробностями Мария Левина. В Самарском районе число амбулаторных больных коронавирусом варьируется. На сегодняшний день их больше 70 человек. Все они обязаны находиться на самоизоляции. За соблюдением режима ведут строгий контроль. Количество амбулаторных больных постоянно меняется. Например, сегодня по сравнению к вчерашнему дню прирост составил 23 человека. Днем ранее 23 человека было падение. То есть вот такой живой организм. И, конечно же, точного времени проверки его не существует. Каждое утро и вечер сотрудники районной администрации обходят адреса и связываются с больными по домофону. А в течение дня делают контрольный звонок по телефону. Сегодня Александр Зильберман следит, что 8 человек, которые находятся под его контролем, не покидали своих квартир до получения отрицательного результата тестирования на вирус. Доброе утро. Антонина Игоревна, администрация Самарского района, управляющая микрорайоном. Зильберман Александр Борисович. В соответствии с распряжением губернатора вы находитесь на самоизоляции. Вы сейчас дома находитесь. Как вы себя чувствуете? Ну, нормально. Уже получше. Уже получше. Отлично, отлично. У меня огромная к вам просьба будет. Будьте добры, пожалуйста, оставайтесь дома на самоизоляции. Будем. Спасибо огромное. Выздоравливаетесь. Жители Самарского района очень ответственные люди, поэтому у которых подтвержден уже диагноз ковид-инфекции, находятся на самоизоляции, на амбулаторном лечении в домашних условиях. Если же больной коронавирусом нарушает режим самоизоляции, то ему грозит административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей. В Самаре сохраняется сложная эпидобстановка. Горожан призывают не посещать общественные места, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А также пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал. Все эти меры позволят разорвать цепочку распространения опасного вируса. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В красной зоне при больнице Середавиной регулярно проводят сложнейшие операции больным с коронавирусной инфекцией. На фоне COVID-19 у пациентов часто возникают обострения хронических недугов. Сейчас в отделении успешно проходит восстановление 10 пациентов после операции. Историю выписки одного из них расскажет Гульфия Сайфина. Стационарное отделение главного ковидного госпиталя региона. Идет выписка очередных выздоровевших. Среди них и Александр Глухов. Его история болезни чуть сложнее, чем у соседей по палате. Начало было типичным. Слабость, температура, КТ, пневмония, красная зона. Лечение под присмотром медиков быстро давало эффект. Готовились к выписке, но планы изменила обострившаяся онкология. Метастазы и перитонит. Пришлось срочно оперировать. Я являюсь инвалидом первой группы по онкологии. И мне нельзя, мне кажется, было просто прививаться. Очень сильные боли начались. И вот мне сделали операцию. Я очень благодарен врачам. Отдельно всем спасибо. Главное коварство коронавирусной инфекции – возможном обострении сопутствующих болезней. В таких случаях без хирургического вмешательства порой не обойтись. В красной зоне больницы Середавина только в эти дни 10 пациентов проходят восстановление после экстренных операций. Мы апеллируем почти каждый день. Апеллируем абдоминальную патологию. Апеллируем очень много сосудистой проблемы, сосудистые заболевания, тромбозы, боли. Во-первых, операция проводится в тяжелых условиях. В специальных костюмах, в очках. Апеллировать, выполнять мегачасовые операции – это очень сложно. Экстренные операции больным с коронавирусом хирурги выполняют под чутким присмотром реаниматологов и инфекционистов. Одни медицинские манипуляции не должны отменять других. Положительные результаты – это слаженная и выверенная работа специалистов, а также прогрессивное оборудование, объясняют врачи. Благодаря этому ежедневно из госпиталя выходят очередные выздоровевшие. На сегодня в регионе их в общей сложности более 126 тысяч человек. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от COVID-19 для подростков. Спутник М будут применять для профилактики инфекции у детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше – при наличии их собственного письменного добровольного согласия. Защититься от всех инфекций в Самаре можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. С какого возраста можно делать прививку, кому она особенно важна, и можно ли вакцинироваться сразу от двух вирусов в нашем сюжете. Защита по всем фронтам. В Самаре проходит вакцинация не только от коронавируса, но и от гриппа. В поликлинику номер 15 завезли более 15 тысяч доз вакцины. Регион получил вакцины Ультрикс-Квадри, Севигрип, Гриппол+, предназначенные для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения. А также Флю-М для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет. Какой именно следует прививаться, решит врач после предварительного осмотра пациента в зависимости от наличия противопоказаний. Детей можно прививать от трех месяцев, но особенно важно сделать прививки тем, у кого есть хронические заболевания – сахарный диабет, бронхиальная астма, хронический бронхит, гипертония, болезнь сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний момент в соответствии с постановлением и с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Самарской области и Российской Федерации можно одномоментно вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. Поликлиника работает наша с 8 до 8, поэтому, пожалуйста, мы всех жителей приглашаем, пускай они не боятся. В 15-й поликлинике от гриппа привились более 6800 пациентов старше 60 лет. Всего вакцинацию от гриппа прошли 15900 человек. Маломобильных прививают на дому, для этого нужно позвонить в регистратуру. Медсестра Татьяна Китаева в медицине около 20 лет, но в последнее время все силы бросила на то, чтобы защитить людей от вируса. Работает в процедурном кабинете. Вакцинация по поводу гриппа можно делать совместно в день вакцинации от ковида, либо через месяц. Как правило, приходит достаточное количество пожилого возраста, на грипп достаточно много и активно вакцинируется. Павел Давыдов, студент, говорит, в университете приходится общаться с большим количеством людей, поэтому нужно себя обезопасить. Он уже сделал прививку от ковида, теперь пришел в поликлинику, чтобы защититься и от гриппа. Время такое непростое, слить здоровье им надо. Каждый год мы с семьей ходим, делаем прививку, и до сих пор не болели еще гриппом. Пройти вакцинацию от гриппа может любой желающий. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Виктория Шарая, События. Каждый второй человек в мире может не знать, что у него развивается сахарный диабет. Об этом говорят медики. Кто подвержен заболеванию, как распознать недуг, и почему его относят к тройке самых опасных, выяснила Мария Левина. Слабость, сухость во рту и набор веса – не случайные симптомы. В комплексе они могут предупреждать о реальной угрозе здоровью. Несмотря на сладкое название, жизнь он совсем не подслачивает. Сахарный диабет входит в тройку самых опасных заболеваний. Сегодня по статистике от него страдает каждый второй, причем многие даже и не подозревают о наличии у себя такого опасного диагноза. Опасность заболевания в том, что он провоцирует обострение хронических болезней. К примеру, сахарный диабет может привести к инфаркту. Диабет, говорят медики, бывает двух типов – врожденный и приобретенный. Если статистика по первому в целом не меняется, то цифра заболевших вторым типом растет. А все из-за того, что люди игнорируют здоровый образ жизни. Особенно сильно это проявилось в период самоизоляции. Физических нагрузок стало меньше. А вот вкусно и при этом не всегда полезно поесть, как говорится, сама ситуация располагала. На сегодняшний день в мире больше 400 миллионов людей, страдающих с сахарным диабетом. И по статистике это говорит о том, что каждый второй, не диагностированный, ходит по земле. Но основные симптомы – это прибавка в весе, когда человек, не меняя своего образа жизни, начинает набирать вес. Это может быть сухость во рту, жажда, ночное мочеиспускание, когда вам не хватает ночи для того, чтобы не сходить в туалет. Так как себя обезопасить? Первым делом нужно обратиться к специалисту. Медик подберет подходящее лечение и диету. Причем диета вовсе не значит голодание. По сути, страдающих с сахарным диабетом ограничивают лишь в тех продуктах, которые вредны и для абсолютно здорового человека. Ограничение в питании продуктов жирных, кондитерских изделий – это уменьшение продуктов питания просто углеводистых, так скажем. Обязательно нужно потреблять большое количество клетчатки в рационе, то есть делать упор на свежие овощи и фрукты, и зелень. Обязательно рацион должен быть богат животным белком. Это обычное правильное питание. Естественно, зайдя в кондитерскую, человеку больного диабетом надо развернуться и выйти. Но зайдя на рынок, он может выбрать весь спектр практически того, что там представлено. От диабета второго типа, приобретенного, можно излечиться, уверены врачи. Главное – соблюдать все рекомендации и не игнорировать их при наступлении ремиссии, чтобы коварный недуг не заявил о себе снова. Мария Левина, Максим Гусев, События. Далее в эфире новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Правда ли, что банкам предрекают два года прибыли? С чем это связано? Это связывает с политикой Центробанка и повышением ключевой ставки. Но сначала расскажу о встрече губернатора с представителями бизнеса. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с представителями регионального бизнес-сообщества. Обсуждали дополнительные меры поддержки предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. Участники встречи озвучили и свои предложения. В частности, рестораторы попросили разрешить проведение корпоративов и дискотек, при условии, что у посетителей будут QR-коды. Это помогло бы заведениям облегчить финансовое положение, а вырученные деньги направить на оплату налогов и аренда помещений. Дмитрий Азаров пояснил, что рассматривать этот вопрос необходимо на основе эпидемиологической ситуации. Сейчас есть относительное снижение количества заболевших, но решение принимать пока рано. Также главу региона попросили рассмотреть возможность открытия конгрессно-выставочных центров. Сейчас ограничение по проведению массовых мероприятий является препятствием для деятельности. Губернатор поручил вынести этот вопрос на заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Российские банки в следующем году могут повторить рекорд этого года по чистой прибыли и даже превзойти его. Как отмечают аналитики, по итогам года чистая прибыль банковского сектора России может достичь 2,5 трлн рублей. И это будет исторический максимум. По словам экспертов, новые рекорды будут зависеть от политики Центробанка. Аналитики считают, что регулятор в декабре поднимет ключевую ставку с 7,5 сразу до 8,5% и будет удерживать ее на уровне 8-8,5% в следующем году. Большая часть дохода россиян уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты. Также в десятку наиболее крупных расходных статей входят одежда и обувь, расходы на интернет и телефон, обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома, речь о бытовой технике и мебели. По данным исследователей, структура трат различается в зависимости от пола и возраста. Так молодые люди тратят много на развлечения или образование, тогда как основные материальные потребности опрошенных старшего возраста скорее бытовые. Кроме того, респонденты до 24 лет заметно чаще тратят сбережения на аренду жилья. Официальный курс доллара на 27 ноября – 75,59 рубля, евро – 84,95 рубля. Нефть марки Brent – 77,82 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Дорожные службы Самары перешли на зимний режим работы. Они ежедневно следят за состоянием проезжей части и пешеходных зон. Пока погода нестабильна и происходит перепад температур, в центре внимания – очистка от снега и наледи дорог города, особенно тех, которые в этом году отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как организуют свою работу службы по уборке, расскажет Михаил Ермоленко. Несмотря на то, что календарная зима еще впереди, уже сейчас из-за погоды дорожные службы во всеоружии. Учитывая температурные качели от минуса к плюсу, главная задача подрядных организаций – не допустить образование наледи и обеспечить проходимость транспорта. Прежде всего – обработка проезжей части антигололедными материалами. Аналогичным образом дорожники заботятся о состоянии тротуаров и остановок общественного транспорта. Где не проедет техника, убирают вручную. Особое внимание уделяют таким элементам пешеходных зон, как тактильная плитка. Ручной труд здесь необходим, чтобы сохранить срок службы указателей. В основном пешеходные переходы и посадочные площадки. Лестницы. Если где есть в районах лестницы, вот как у нас на Пензенской лестнице, мосты мы обслуживаем, путепровод «Аврора», мост южный, там тоже лестницы есть. Мы тоже в первую очередь их надо очищать, чтобы люди у нас, ну, скользко, чтобы не было. За качеством уборки улиц на протяжении всего сезона будут следить ежедневно. Специалисты профильного департамента совместно с представителями подрядных организаций организуют выезды по городу, во время которых фиксируют состояние каждого элемента уличной дорожной сети. Если на них присутствуют недочеты в виде валика снега, в виде наледи, то как бы выписывается предписание со сроком устранения 1-2 дня. Затем при повторном объезде смотрится, если предписание не устранено, то составляется акт об устранении предписания. Если же замечание не устранено, то это все отражается в итоговой, в карточке объезда, которая затем влияет на оплату уже по содержанию. Кроме того, с переходом на зимний режим работы дорожники установили ящики с песком на спусках и подъемах дорог. Он поможет, если у водителей возникнут трудности при движении. Они могут выйти, обработать участок и беспрепятственно тронуться и проехать дальше. Только за первые дни уборочного сезона дорожные службы потратили более тысячи тонн реагентов и песка, обрабатывая улицы города. Михаил Гермоленко, Сергей Баскин. События. Также в Самаре проверили соблюдение правил перевозки пассажиров. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды совместно с Ростехнадзором. Особое внимание уделяют техническому состоянию транспорта. Удалось ли выявить нарушителей, расскажет наш корреспондент. Водитель Наиль Софиюлин возит пассажиров уже больше 30 лет. Начинал с больших автобусов, а теперь работает в маршрутном такси. Мы же людей водим. Конечно, это самое главное, что безопасность движений и безопасность пассажиров. Конечно, у нас всегда ответственность большая. Проверку междугородних автобусов, маршруток и такси сотрудники госавтоинспекции совместно с Ростехнадзором проводят каждый месяц. В ходе рейда обращают внимание на техническое состояние пассажирского транспорта. По данным ГИБДД, автобусы нередко попадают в аварии именно из-за неисправности тормозов или рулевого управления. Если к водителю пассажирского транспорта у проверяющих есть претензии, его отправляют в отделение и выписывают административный штраф. Автобус эвакуируют на специализированную стоянку. Его нельзя будет использовать до устранения поломки. Также водители во время рейда просят показать путевую документацию, справку о прохождении предрейсового медицинского осмотра, отчет тахографа о часах работы и отдыха. Согласно распечатке слота тахографа мы смотрим, сколько водитель управлял транспортом. В случае выявления управления транспортом превышающих нормы приказа Министерства транспорта, транспортное средство останавливается, ставится возле поста ГАИ до того момента, пока водитель не отдохнет. В отношении водителя также составляется административный материал с привлечением должностных или юридических лиц, которые допустили нарушение графика работы и отдыха. Таксистов проверяют так же, как и водители маршруток и междугородних автобусов. Отличие – изучение информации в приложении о гражданине за рулем. После сверки данных сотрудники госавтоинспекции могут попросить и пассажира предоставить информацию о водителе. Если на каком-то из этапов проверки выявляется нарушение, таксиста просит завершить поездку. «Работодатель мне документы дает. То, что они дали, у меня есть. То, что не надо было, если они не дали мне. Я же не на себя работаю на таксопарке. Позвоню своему этому, пусть приедет или разберется». За этот год сотрудники госавтоинспекции провели более 45 аналогичных рейдов. Выявили 15 нарушителей. В их транспорте обнаружили технические неисправности. Еще пятеро внесли изменения в конструкцию своих машин. Максим Магомедов, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Ежегодно в Самарской области фиксируют около тысячи подозрительных сайтов и аккаунтов, контент которых пропагандирует радикальные идеи и может спровоцировать разжигание межнациональной ненависти. Подобные ресурсы мгновенно блокируют, но вместо них появляются новые. Как сегодня ведут борьбу с экстремизмом и ксенофобией в регионе, узнала Гульфия Сафина. Превосходство одной расы, религии или национальности над другой, оправдание терроризма и пропаганда нацистской символики. Если что-то из этого есть в соцсетях, владельцы аккаунта могут заподозрить в экстремизме. Ежегодно в Самарской области фиксируют и блокируют до тысячи подобных сайтов. Тему ксенофобии в Самарском доме дружбы народов обсудили общественники и представители этнических диаспор при участии сотрудников областного главка полиции. Основная сейчас проблематика экстремизма – это распространение в сети интернет. К сожалению, молодое поколение сейчас у нас активно использует аккаунты интернет-ресурсов сети интернет, вовлекаясь различными структурами. Мы это тоже видим, отслеживаем. Как правило, эти структуры находятся за пределами нашего государства. Они призывают к какому-то превосходству, опять же, повторюсь, по национальному признаку, по религиозному признаку, для того, чтобы сеять разлад и невзаимопонимание между представителями разных национальностей и конфессий. Борьба с экстремизмом в интернете сегодня ведется комплексно. В помощь сотрудникам полиции приходят волонтеры и добровольные дружинники. Благодаря их бдительности в этом году удалось обнаружить два преступных ресурса. Все подозрительные сайты исследуют аналитики Центра по противодействию экстремизма. Организаторам незаконных сообществ грозит до 12 лет тюрьмы. Слава Богу, в Самарской области у нас очень много руководителей национально-культурных объединений, которые контролируют свой народ. На сегодняшний момент мы с вами живем действительно в полной мере в цифровом обществе. И все те проблемы, которые раньше мы могли решить локально, сейчас они в рамках вирусных видео. В Самаре идет неделя всероссийской акции с ненавистью и ксенофобией «Нам не по пути». Ее цель – предупредить любые возможные вспышки межнациональной распри в регионах. В случае, если вы стали свидетелем религиозного, национального или политического экстремизма в реальной жизни или онлайн-пространстве, вы можете обратиться на сайт МВД в разделе «Прием обращений». Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Футболисты Крыльев-Советов готовятся к матчам второго круга Чемпионата России по футболу. После половины игр турнира самарцы занимают седьмое место, баскетболисты Самары продолжают выигрывать в Кубке России, а самарская плавчиха покорила Чемпионат России. Подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». Футболисты и тренерский штаб Крыльев-Советов готовятся к матчу 16-го тура Чемпионата России против Нижнего Новгорода. В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Данил Пруцев и Дмитрий Вынесеня. Денис Якуба и Евгений Фролов проработают по индивидуальной программе. Дмитрий Кабутов и Сергей Божин с небольшими ограничениями вернулись в общую группу. Игра против Нижнего Новгорода пройдет на выезде 28 ноября и начнется в 15 часов по самарскому времени. Крылья, у которых 23 очка, занимают седьмое место в турнире на таблице, а Нижнегородцы – 13-е. Матч первого круга завершился 2-0 в пользу самарцев. В Саранске прошел Чемпионат России по плаванию на короткой воде среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В состязаниях приняли участие 147 спортсменов из 28 регионов России. В столице Мордовии итальятинка Ольга Потешкина завоевала 4 золотые медали. Она первой финишировала на дистанции 200 метров на спине с лучшим для себя результатом – 2 минуты 34 секунды. Затем ей не было равных на 200-метровке комплексным плаванием, на 100-метровке на спине и на дистанции 200 метров вольным стилем. Баскетболисты Самары одержали победу в первом матче через финал Кубка России. Они обыграли на выезде Уралмаш из Екатеринбурга со счетом 90-82. Самарцы с самого начала матча завладели игровым преимуществом и уверенно лидировали на протяжении всей игры. Лишь в конце четвертой четверти хозяева смогли сделать разницу меньше 10 очков. Ответный матч состоится в Самаре 11 декабря. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей. Кулачные бои в России официально признали видом спорта. С 1 декабря турниры будут проходить под эгидой Федерации бокса России. Был разработан регламент. На соревнованиях будет система допинг-контроля, а бойцы могут быть дисквалифицированы за мат. От обычного бокса кулачные бои отличаются тем, что спортсмены дерутся без перчаток, только с бинтами на запястьях для предупреждения травм кистей и рук. Поединки обычно длятся от двух до пяти раундов по две минуты каждый. В России существует несколько организаций, проводящих подобные поединки. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самарыгиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!